Степан, 15 лет. Умный, веселый и позитивный. В свободное время, назовем это так, я занимаюсь пулевой стрельбой. Сказать, что я этим занимаюсь, ну, думаю, этим ничего не сказать. Для меня это большая часть всей моей жизни. Это тот спорт, который я нашел, и мне с ним повезло. Стрельба – это спорт на 70%, состоящий из психологии. И благодаря ей, как бы, человек начинает познавать самого себя. Три самые главные человеческие ценности. Ну, я думаю, это на первом месте всегда это должна быть семья. На втором месте должно быть какое-то увлечение или страсть к чему-то. А на третьем месте это должен быть ты сам. Полина, мне 20 лет. Я общительная, эмоциональная и паникующая. Ну, у меня вообще много хобби. Вот, наверное, самым главным можно назвать хождение в походы. Я не скажу, что это прям хобби, это скорее образ жизни в какой-то степени. Походы – это вообще очень много мне дают. Я думаю, они сформировали мою личность. В походах ты свободен от всех своих внешних проблем. То есть ты думаешь о том, что происходит сейчас, а не о том, что будет завтра, о том, что будет, когда ты приедешь. Учишься взаимопомощи, учишься самостоятельности. Это вот, ну, например, я училась готовить в походах. У меня нет кумиров, как бы, вообще ни в одной области. Ну, я иногда, конечно, смотрю фильмы, хотя это достаточно редко. Я больше люблю читать. Вот, поэтому, как бы, среди актеров нету. Политика я не интересуюсь, среди политики тоже нет. Среди спортсменов, ну, могли бы быть. Но мне больше нравится заниматься спортом, чем смотреть на то, как другие люди занимаются. Поэтому, собственно, тоже нет. Честность, доброта и самоотверженность. Данил, мне 16 лет, сильный, быстрый и ловкий. Моими увлечениями являются пинбол, страйкбол и большое количество активных игр. Пинбол и страйкбол, они развивают мои качества командира. Силу, скорость, также ловкость, думать наперед. Моим самым ярким воспоминанием в моей жизни является, когда мы ездили с командой «Горотеска» на соревнования по пинболу в Москве, мы заняли первое место из большого количества команд. Мне очень хочется пойти в армию, потому что я хочу стать профессиональным военным. И, надеюсь, тогда я приглашусь в своей стране. Можно сказать, с пяти лет меня постоянно готовит к строевая подготовке. А вот лет с десяти меня уже учили обращаться с автоматами, с правильной стойкой. Как я считаю, то, что я уже немножко готов. Наверное, три самых главных человеческих ценности – это доброта, честность и дружба. Я Павел, мне 19 лет. Я энергичный, расчетлив и техничный. Я музыкант, занимаюсь музыкой уже не менее четырех лет. Занимаюсь там роб-музыкой, но также занимался и классической какой-то степенью музыкального образования. И в основном играю на гитаре, также клавиши, может быть, где-то чуть-чуть на барабанах. За свою музыкальную карьеру уже успел попробовать себя в духе звукорежиссера по потребности. В основном тяжелой музыкой. Увлекаюсь. Это для меня отчасти как отдушина, как способ высказать свои мысли, внутренние переживания, передать людям какие-то свои, опять же, мысли, которые я считаю важными, которые для общества, для социального развития. Пожалуй, это мой первый концерт, дебютный концерт. В связи с тем, что к этому была долгая дорога в чинецких лет, и к этому готовились. И тут у нас получается все выступить. У меня собрались близкие, родители, в принципе, друзья. Нам друзья, собственно, помогали с этим концертом. И вот первое выступление, и первые, пожалуй, слушатели, первая публика, которая положительно отреагировала на наше выступление. Я бы не сколько личностей выделил, а сколько людей. Люди, которые приносят что-то новое в том, чем они занимаются. Можем говорить о большом количестве людей. Там, к примеру, Тейлор, Слипнот и Стоунсор. Потому что он отчасти свое направление не метал, как продвинул, развил. Можно сказать, о Илоне Маске, который ведет тоже огромное количество современных научных разработок и так далее. Тоже немножечко, конечно, другая стезя. Потому для меня, в первую очередь, интересные люди, которые развивают, развивают свое направление, которое им нравится, идут вперед. Я стараюсь, хотел бы делать так, чтобы людям давать повод задуматься. Давать им пищу для размышлений. Не для меня выход, а давать через музыку. В нашей музыке где-то есть социальная направленность. Какие-то вопросы, которые нас беспокоят, мы даем их через музыку. Давая людям факты и пищу для размышлений. Поэтому я хотел бы, чтобы люди думали, в первую очередь. Самые важные человеческие ценности, пожалуй, это честность, саморазвитие и, пожалуй, искренность. Меня зовут Оксана, мне 17 лет. И я добрая, веселая и активная. Ну, мое хобби — это танцы. Я занимаюсь ими с трех лет. Сначала я занималась три года просто классикой, затем я занималась балетом. И с прошлого года я начала заниматься в Тодосе. Сюда я хотела попасть очень давно, но так случилось, что студия открылась только в прошлом году, и моя мечта, наконец, осуществилась. Мне кажется, это последнее выступление, потому что такого полного зала, такой поддержки я еще никогда не видела. И вот это мне больше всего запомнилось. Ну, как такового кумира нету, но мне очень нравятся все танцоры, которые бывали на танце на ТНТ. Возможно, они являются какими-то кумирами для меня. Это доброта, человечность и, наверное, умение помогать другим. Я Алексей, мне 18 лет. Я умный, красивый и ответственный. Когда-то, очень давно, будучи маленьким, мне нравились всякие технические штучки, приборы. Мне всегда было интересно, как они работают. И вот однажды, в классе, наверное, во втором, может быть, и даже в третьем, мой дедушка, который специалист по технике был, отвел меня в кружок радиолюбителей. И там я обучался радиотехнике, ну, грубо говоря. И там познал очень много интересных всяких вещей. И первое, что, какой приборчик я собрал, это было маленькое карманное радио. А там даже неинтересное устройство, там всего, может быть, десяток деталей до одноплатка. То есть, ну, совсем простенькое. А все с тем, что я закончил, это был счетчик ионизированного излучения, или в простонародье счетчик гейгера. Причем с переключаемыми возможностями измерения от микрорентген в час до миллизивертов. Ну, пожалуй, одно из того, что я могу отметить, это всегда поддержание моих мозгов в нужном состоянии. То есть я как бы... То есть я всегда готов к обучению, потому что радиоэлектроника подразумевает под собой всегда узнавание у чего-то нового. И у меня всегда есть возможность обучаться чему-то. А второе – это ответственность. Потому что, когда ты делаешь свой прибор, нельзя относиться к делу с наплевательским. Ведь ты же делаешь для себя, и это должно работать. А чтобы заставить это работать, нужно делать все четко по инструкции, и все в правильном ключе. Да еще и к тому же мыслить позитивно, потому что не с первого раза всегда все работает. Ты можешь что-то сделать, а оно не заработает. И ты будешь сокрушаться. Боже мой, да как же так? И в итоге нужно всегда переделывать, делать, заставлять себя и приходить потихонечку к успеху. Самое яркое воспоминание из моей жизни, ну, пожалуй, это тоже будет связано с моим хобби. Я вместе со своим преподавателем мы делали электронный осциллограф, только там не со шкалой, а именно с индикатором измерения. То есть полностью выводилась вся информация на приборную панель. И мы уже почти его сделали. И у нас там был один газоразрядный индикатор, который не хотел работать. Ну, было принято небольшое решение подать чуть побольше на него силу тока. В итоге он взорвался и спалил половину аудитории, в которой мы занимались. В общем, было весьма весело. Сложно сказать, ведь вокруг очень много достойных людей. И весьма сложно выбрать кого-то одного, что ли, из них, кому следовать. Если уж перечислять из тех, кому, ну, кем я восхищаюсь и на кого было бы интересно быть похожим, допустим, тот же самый наш известный очень конструктор Королев. Потому что с нуля поднять ракетостроение, самолетостроение в нашей, двигательстроение в нашей стране было очень сложно. Война, разруха, ничего нету. И тут за короткий период времени уже вывести человека в космос в 61-м году. Да и как нельзя восхищаться тем же самым Гагарином, который, по сути, был пионером в этом деле. Можно сказать, он шел в неизведанное, и не факт, чтобы он вернулся. То есть нужно быть весьма мужественным человеком и понимать, что для этого и не грех жизнью, что ли, рискнуть. Честно говоря, вопрос очень серьезный, потому что в мои еще пока малые года я по-хорошему своей родине или стране не могу ничего предоставить, потому что у меня нет, во-первых, возможности, во-вторых, у меня нет должного уровня, пожалуй, образования и подготовки. Но будучи специалистом, вернее, став специалистом, я вполне могу предложить свои знания и навыки своей родине. Может, вплоть, возможно, до каких-то разработок прорывных или не только просто прорывных, но то, чем поможет моему государству и моей родине быть на должном уровне технического развития, пожалуй. Везде нужно развитие, потому что если нет развития, есть деградация. Поэтому, в принципе, я могу предоставить свои навыки и познание в техническом каком-нибудь плане. Продолжение следует...